Всем привет! Сегодня снова будет влог. Сегодня мои ребята уехали в гости на дачу к бабушке, а я решила немножко побыть дома, позаниматься всякими разными домашними делами. Я знаю, что вы, когда смотрите такие видео, очень вдохновляетесь и тоже вместе со мной занимаетесь чем-то полезным и важным для своего дома. Но если немножечко поговорить обо мне, то я сейчас очень опять увлеклась процессом похудения. Пуся только что хотела поймать рыбку. В одном из своих прошлых видео о похудении я рассказывала, что я решила снова взойти, так сказать, на этот путь. Мне только постоянно приходится держать себя в каком-то ограничении, строгости, урезать калории, не урезать полностью всю пищу, потому что все равно так или иначе хочется чего-то и сладкого, и мучного, и вкусного. Но вопрос, конечно же, в калориях. И самое главное, от чего я решила отказаться, это сахар, который находится в шоколадках, или, например, там просто класть сахар в чай, в кофе. Я такую вещь вообще истребила. У меня просто даже дома сахара как такового нет. Но все равно чего-то вкусненького, сладенького очень хочется. Я люблю, конечно же, и свежие фрукты. И вообще я люблю чем-нибудь похрустеть. Поэтому я для себя открыла такую вещь, как фруктовые чипсы, овощные чипсы. Но как бы тоже нужно понимать, да, что нельзя их есть в каких-то огромных количествах, потому что так или иначе это сахар все равно. Я вам хочу показать ту вещь, которую я очень давно хотела. И она наконец-то у меня появилась. Это специальный прибор. Эта штука называется изидри. Это такая, ну как, сушильный аппарат. Можно тут сушить и овощи, и фрукты, и даже мясо можно сушить. Поэтому я предлагаю вам отправляться на кухню, где мы сегодня вместе с вами будем делать фруктовые чипсы. Мне раньше казалось, что для меня такая сушилка вещь ненужная и даже бесполезная. Но дело в том, что когда я стала более осознанно подходить к тому, что я ем, я стала понимать, что от сладкого перекуса совсем отказаться мне морально очень тяжело. Ну, на самом деле это и не нужно, но нужно стараться хотя бы заменять вот такой прямой сахар, ну, например, фруктами, потому что там хотя бы клетчатка есть. И я для себя открыла такую вещь, как фруктовые чипсы. Они бывают и из апельсина, и из яблока, и из груши, ну, почти из всех фруктов, и из ягод, там, например, из клубники. Сделаны они с помощью специального процесса, который называется дегидрация. Ну, вот по-простому сушка. Но сушка правильная, потому что во время сушки продуктов просто на воздухе, ну, во-первых, продукт так хорошо не высохнет, и там могут завестись всякие бактерии или насекомые. А во-вторых, из-за ультрафиолета в продукте теряется очень большое количество полезных микроэлементов и витаминов. Если использовать вот такие сушилки, то витаминов сохраняется больше. Я это все к чему? Я когда покупаю эти чипсы, они стоят примерно, ну, там, 300-400 рублей за 40 грамм. И тут я вспомнила, что когда-то давно видела вот такие вот специальные сушильные аппараты, и решила попробовать себе взять такой же. Я почитала, и больше всего пользы сохраняет именно вот такая сушилка изидри. Это до 97% всех полезных веществ в продукте. У меня модель 1000. Думаю, что на лето буду ее отвозить на дачу, потому что у наших соседей часто переизбыток яблок, и они с огромной радостью делятся ими с нами. Ну, и свекровь у меня, кстати, тоже очень большой любитель полезного питания. Я думаю, что она без меня будет пользоваться таким классным прибором. И сушить фрукты и овощи и для себя, и для нас. Да, кстати, сушить можно не только фрукты, хотя это первое, что приходит в голову. Можно сушить и овощи, причем делать из них что-то из разряда чипсов, типа из кабачка, из баклажана, из батата, из свеклы. А можно делать сразу такие, знаете, как заготовки, типа на борщ или просто сушить морковь, лук, чеснок. Можно даже зелень, кстати, сушить, особенно если она у вас растет в огороде. Плюс еще в такой сушилке можно готовить пастилу. Это когда вы перемешиваете в блендере до состояния пюре какие-либо фрукты или, например, овощи фруктами. И заливаете такую смесь в сушилку. Там в этой сушилке есть даже такие специальные пластины, куда заливается вот эта вот пастила. И на выходе у вас получается такой вкусный, тонкий пласт. Если посмотреть, сколько это стоит на рынках и в магазинах, то тоже выходит дома это делать гораздо выгоднее. И, кстати, вот те самые фруктовые кусочки фруктоняни, по сути, это та же самая нарезанная пастила, просто маленькими квадратиками. А стоит она по 80 рублей за маленькую пачку. И сейчас вот начинается хороший такой у нас летний сезон. И фрукты и овощи будут стоить гораздо дешевле. Либо вы их сами выращиваете. Поэтому такая вот сушилка это очень-очень выгодная история для семьи. Еще я видела, что можно даже делать сушеное мясо. Но мне кажется, что это рецепт для продвинутых. Если научусь, я вам обязательно покажу, что это и как. Ну а сегодня я делаю свои любимые фруктовые чипсы. Смотрите, даже если у вас продуктов получилось меньше, чем количество поддонов, все равно нужно поставить хотя бы 5. Иначе будут нарушены условия распределения потоков воздуха. Поэтому даже если на поддоне ничего не лежит, пускай он все равно стоит на месте. Ну и самое важное, поставить сушилку на плоскую ровную поверхность, которая никак не прогибается. То есть это не должен быть какой-то стул или кресло. Обязательно должен быть стол или вот что-то такое ровное. Кстати, именно вот про эту сушилку из Идри я читала, что можно сушить абсолютно разные продукты на разных уровнях одновременно. При этом вкус и запах не будет смешиваться. Сушить нужно достаточно долго. Поэтому можно ставить такую сушилку на ночь. Ну или на день в удобное место, где сушилка не мешается. И еще один огромный плюс сушилки из Идри от остальных, что здесь не нужно менять местами поддоны. Они просушиваются все одновременно. То есть вы вот загрузили ее и она работает абсолютно без вас. В общем, очень рекомендую вам присмотреться вот к такой сушилке от Идри. Сейчас у нас наступает летний период. А вот такой процесс засушивания реально помогает полезно питаться всей семье, экономнее использовать продукты. Потому что вы сейчас можете в сезон купить или, может быть, вырастить у себя на огороде что-то вкусненькое, полезное. И сохранить это на ближайший год с сохранением всех витаминов и пользы. Когда начинаешь сушить фрукты, по квартире начинает разноситься такой потрясающе вкусный фруктовый аромат. Мне очень-очень нравится. Ну, ждем. Это дело долго. И обязательно покажу вам финальный результат. Когда заканчивается ваш цикл сушки, который вы выбрали, тен, который подогревает воздух, отключается, но остается обдув. Соответственно, ваши там фрукты, овощи или пастила, не знаю, или мясо, что вы сушите, оно будет еще досушиваться, но уже без присутствия теплого воздуха. Давайте выключать. Все. Опа! Это наши яблоки. Еще одни яблочки. Еще одни яблочки. Да, и обратите внимание, что яблоки не потемнели. Это потому, что я клала их в раствор с лимонной кислотой. О, какие красивые получились грейпфруты. И наш последний поддон с апельсинами. Вот такая красота. Я не удержалась и уже начала есть один. Слушайте, это невероятно вкусно. Мне прям супер нравится. Но вообще, девчонки, вот эти сушилки изидри, это прям моя строгая рекомендация. Я понимаю, цена на них выше по рынку, чем на якобы аналоги, но якобы аналоги это не аналоги, потому что вот эти сушилки, которые стоят там 2, 3, 5, 7 тысяч рублей, они выполнены совсем по другой технологии. Там смешиваются запахи, там пластик какой-то дешевый. Вы знаете, я вот эту, когда открывала, у меня даже Руслан, Руслан у меня вообще любитель всякой разной техники, он сначала так посмеялся, говорит, опять притащила в дом какую-то громадную штуковину. А я потом открываю, он такой, о, вау, а что это такое? То есть вот она настолько круто, качественно сделана, что я такую качественную бытовую технику вообще давно не встречала. Ссылка обязательно будет под видео или можете отсканировать QR-код с экрана. Напишите потом, кстати, что приготовить вам было бы интересно в такой сушилке. В следующих видео давайте проверим, получится ли это у меня. Вы знаете, я эту осень, зиму, весну находилась в каком-то таком, ну не знаю, может быть это можно назвать депрессивном состоянии. Я вроде даже иногда и бралась за камеру и что-то снимала. Я дала себе такую достаточно большую передышку с весенним солнцем, с устаканиванием какого-то нормального режима. Дело пошло, и я сейчас с огромным удовольствием вернулась на YouTube. Я снимаю такие длинные, стационарные бьюти-ролики, которые я очень-очень-очень люблю. Но пошел перекос, что вроде как влоги не снимаю, а я знаю, что вы их очень и очень любите. И я тут даже у себя в запасниках обнаружила кучу-кучу маленьких кусочков разных видео, снятых там еще с конца зимы, наверное, прошедшей. И я вот теперь думаю, как бы удалить эти материалы или сделать на их основе влоги. Но я, наверное, подумываю сделать влоги. Ну просто жалко, что какие-то такие частички моей жизни пропадут. Поэтому если вы где-то в следующих видео вдруг увидите зимние пейзажи, не пугайтесь, все окей. Это я просто достаю видео из каких-то своих запасников и, наконец-то, монтирую их. Ну и переходим к моей стандартной рутине. Знаете, когда вот я просматривала то, что я делаю в очередной раз, я даже не могу назвать это уборка. Знаете, я как таковое уборкой именно дома, как мне кажется, и не занимаюсь. То есть то, что я делаю каждый день, это действительно такие определенные рутинные действия. сложить, переложить, помыть, порезать, приготовить и так далее. Мне все-таки кажется, что вот, ну, во всем случае, в моем понимании именно так, вот именно уборка, это ты такая сидела на диване, такая, в субботу планирую генеральную уборку или там еще какую угодно уборку. Вот у меня такой уборки в последнее время, наверное, и не бывает. Но мне кажется, это из-за того, что мы достаточно придирчивая семья к состоянию своего дома, поэтому мы в течение каждого дня делаем очень много действий, которые в других семьях, в других домах считаются, ну, вот прям практически уборкой, да, то есть вот помыть плиту, например, да. Я плиту мою примерно, ну, если так вот рассчитать статистически, статистически, наверное, получается где-то каждые два дня, но на самом деле я ее мою после того, когда она сильно запачкается, то есть, ну, вот мне неприятно с утра заходить на кухню, и там будет жирная плита в пятнах. Кстати, я в очередной раз хочу сказать, что газовая плита – это просто проклятие. Я надеюсь, что в нашей следующей квартире будет стационарная электрическая плита. Доиндукционной я пока не доросла, но я вспоминаю нашу прошлую квартиру, где была вот стандартная электрическая плита, и я даже там иногда что-то грустила, что мне лень ее мыть. Я сейчас это вспоминаю как прекрасный сон, потому что мыть электрическую плиту, ее просто не надо мыть. Если она очень сильно запачкалась, ты ее покрываешь каким-нибудь там, не знаю, жироудалителем, все растворяется, и ты просто это снимаешь салфеткой. Есть какие-то специальные скребки, но промыть вот эту плиту – это нереально. И на самом деле то, что я вам показываю здесь, это вообще тяп-ляп, потому что решетка до сих пор грязная. Влог я, кстати, снимала по итогу несколько дней, поэтому вначале я вам сказала, что мои уехали на дачу, но они вот уже успели вернуться. Здесь я разгребаю игрушки, которые Лев каким-то фантастическим образом принес к нам в комнату, хотя обычно они играют в большой главной комнате, но тут ему почему-то захотелось не то, что даже построить дорогу, а просто раскидать все игрушки именно у нас. Ну, ладно, окей, такое тоже бывает. В общем, как вы видите, дети, они как маленькие котята. Как только появляется какое-то интересное новое пространство, они обязательно должны его занять. Я приступаю к своему, наверное, одному из нелюбимых домашних занятий – это смена постельного белья. Да, знаете, такие иногда разгораются, как это называется, холивары, священные войны в комментариях. Я пытаюсь всю свою жизнь привыкнуть к тому, что все люди разные. Понятия чистоты, гигиены, домашнего уклада – тоже у всех разные. И, вы знаете, здесь нужно только принимать. Я иногда читаю, что люди меняют постельное белье каждый день. Кто-то говорит, что меняют его каждые два дня. Кто-то говорит, что меняют раз в неделю. Ну, я, кстати, отношусь к тем, кто меняет раз в неделю. Ну, или если вдруг белье вдруг каким-то образом запачкалось. Например, вот лев у нас в последнее время повадился снимать подгузник с себя. На самом деле, это такая очередная фаза взросления, и мы сейчас его начинаем приучать к горшку. О, я сказала, приучать к горшку. Это еще одна тема, на которую девушки готовы просто, мне кажется, уничтожить друг друга, если кто-то делает иначе. Вот. Я, кстати, из тех, кто не приучает детей к горшку с года, все равно в итоге научится. Я это к чему? Ну, то есть, если постель реально испачкалась по какой-либо причине, конечно, я ее поменяю. Но если брать какой-то такой средний стандарт, то это где-то раз в неделю. И вот как раз сегодня я этим делом занимаюсь. И я его не очень сильно люблю. Я в момент, когда я меняю постельное белье, устаю. И, с одной стороны, можно попросить помощи мужа, потому что вдвоем оно прям гораздо легче, сподручнее. Но внутри меня сидит какая-то такая хорошая, правильная девочка. Ну, может быть, это сейчас тоже звучит немножко смешно, но это правда так. Мне хочется делать какие-то дела, которые я считаю своими обязанностями, своими рутинами. Мне хочется делать самой. И я сама от этого испытываю чувство какого-то удовлетворения, типа, вау, какая я молодец, я все сделала. Ну, и плюс, там, скажем, похвальба от того же мужа мне тоже приятно, потому что Руслан, он всегда замечает все, что я делаю по дому. И как бы, несмотря на то, что белье меняется каждую неделю, он каждый раз мне благодарен. Он говорит, ой, ты поменяла белье, большое тебе спасибо. Ну, я понимаю, что, может быть, это смешно, но вот я от этого испытываю тоже какую-то такую свою маленькую, небольшую радость. Давайте, может, все-таки напишите под видео, в комментариях, напишите, как часто вы меняете постельное белье, есть ли у вас какой-то бзик на эту тему. Я, кстати, долгие годы не гладила постельное белье, а вот сейчас я стала испытывать невероятное удовольствие от глаженного белья. Ну, и плюс стоит ответить, что когда дома есть парогенератор, гладить белье становится, ну, не то, что удовольствием, но примерно так. Если вы подумали, что я как-то странно, тяжело меняла постельное белье, то это правда так, потому что я тут решила снова поспать под своим теплым одеялом, но поняла, что как бы это бессмысленно, потому что становится очень жарко, и достала свое утяжеленное одеяло от Бьюти Слип. И вы знаете, запихнуть его в пододеяльник без посторонней помощи это очень тяжело. В общем, мое одеяло весит около 6 килограмм, но это как такая большая баклажка, да, с водой. И когда его держишь как такой, знаете, свернутый рулон, вроде оно и не такое тяжелое, ну, как бы тяжелое, но окей. Но когда ты пытаешься его запихнуть пододеяльник, это просто сила тебя покидает. Это одеяло можно стирать в машинке, но как-то вот, не знаю, мне не совсем комфортно спать просто пододеялом, все-таки хочется делать это вместе с пододеяльником, поэтому приходится вот так вот упахиваться. Еще, кстати, хочу поделиться с вами своим горем, я не знаю, как по-другому назвать. В общем, я тут не смогла записаться на маникюр, ну, вот, знаете, решила записаться за 15 минут до приема, а мест нету, и я такая, вау, как это так, меня что, не ждут? Ну, в общем, на следующий день сидела я, сорвала один ноготь, потом второй ноготь, потом третий ноготь, в общем, поздирала все ногти, я не знаю, как это сейчас выглядит на камере, но в жизни это, конечно, жесть полная, ногти просто я сорвала себе под мясо, в тот же день я попыталась на ногти нанести какое-то лечебное покрытие, в итоге, то ли в нем есть в составе формальдегид, то ли в нем есть что-то очень страшное, ну, в общем, у меня просто дико стало жечь ногти, я это все стерла, сидела там, ногти держала под холодной водой, но, слава богу, меня быстро отпустило, и я уже потеряв весь страх, как бы через там пару-тройку часов нанесла на какой-то там эко-лак для ногтей, в общем, у меня сейчас ситуация вот такая, и, знаете, с одной стороны я, конечно, дурочка, так делать не надо, это очень сильно портит ногтевую пластину, но, с другой стороны, знаете, я вспоминаю, я когда родила Левчик, по-моему, я почти год ходила без покрытия, и в этом есть какой-то особый кайф, вы знаете, тем более, вот голые ногти, они сейчас даже считаются достаточно популярными, но только это должно выглядеть не так ободрано, как у меня сейчас, а это должен быть свежий маникюр, с полностью так красиво подпиленные ноготочки, в общем, буду стремиться к этому, потому что что-то я подустала от этих покрытий, тем более, у меня то бежевый цвет, то красный, их как бы особо разнообразия никакого, каждые 2-3 недели отдавать по 2-3 тысячи, плюс иногда еще покрытие отваливается, мне это вообще бесит, вот, но сейчас у меня ногти, конечно, просто как бумага, но я знаю, что это достаточно быстро восстанавливается, так что попробую походить вот с такими вот голыми ноготочками, и надо, кстати, все равно сходить на маникюр, чтобы хорошо обработали кожицу, ну, а ногти буду восстанавливать лечебными лаками. В общем, последние несколько недель я обрабатываю ногти вот таким вот способом, то есть, я их стачиваю прям вот под корень, то есть, у меня даже не остается совершенно вот этой вот белой полосочки, я полностью прям спиливаю всю длину и покрываю ногти каким-нибудь питательным маслом, кремами и так далее. Я, кстати, смотрела тут обучающее видео на тему пилочного маникюра, но, знаете, первые два дня было вроде симпатично, а потом стали заусенцы вылизать, мне кажется, я совершила какую-то ошибку и сделала что-то не так, но ничего, буду учиться дальше. Странные дела, которыми я занимаюсь, в общем, я решила разобрать балкон, он у нас открытый и на нем всегда ужасно грязно, но стеклить я его не хочу, пускай останется таким, в общем, у нас здесь сейчас вот так, я убрала все листья, которые были, я хочу выкинуть вот эту вот переноску кошачью, я совершила ошибку, я ее поставила зачем-то на балкон, в итоге теперь она ужасно грязная, но это второй момент, у нее сломался вот этот вот крючочек, поэтому даже если с кошкой придется куда-то ехать, она оттуда может выбраться, а вот это, кстати, знаете, это исторические вещи, я понимаю, что они сейчас вам в кадре выглядят совершенно ужасными, но веник-то, конечно, поновей, а вот совок я знаю всю свою жизнь, вот мне сейчас 35 лет, 35 лет этот совок находится в этой квартире, это исторический совок, винтажный, я не могу его выбросить, поэтому он у меня перешел на балкон, и я с помощью него здесь делаю уборку, вот это вот серебряная штука, это, кстати, одна из неудачных вещей, это мусорное ведро с кухни, но у нас достаточно узкие створки на шкафах, на нижнем шкафе, и ведро не открывается, смысл этого ведра, что ты открываешь полку, и крышка открывается, и ведро выходит к тебе, но у нас это не случилось, в итоге оно всю зиму прожило здесь, и я думаю, что я буду использовать его просто в качестве цветочного горшка, нужно съездить в магазин, купить сюда какое-нибудь красивое растение и посадить, там вот тоже много горшочков, нужно посадить что-нибудь маленькое, симпатичное, а здесь находятся остатки плитки, которые мы с Русланом решили выкинуть, я понимаю, что может быть это решение немного опрометчиво, но не знаю, я надеюсь, что нам не понадобится плитка в ближайшее время, в ближайшем будущем, вот, так что это все планирую выбросить, единственное, что она безумно тяжелая, я сейчас вот с этим куском керамогранита сходила на помойку и уже устала, а их здесь вон сколько, вот не знаю, либо сама продолжу вечерок тем, что буду по одной штучке относить на помойку, знаете, ну, вместо спортивной тренировки, так сказать, либо, может быть, попросить дворников мне помочь, не знаю, пока не решила. В общем, я решила плитку засовывать вот в такую сумку-баул, главное, кошку не отнести на помойку, положила сюда несколько штук и буду таскать, что делать. опа, ну, что, так гораздо лучше. Когда обратно идешь с помойки домой, такое волшебное чувство облегчения, как будто бы паришь, как птица. Вот они, радости взрослой жизни, отнести на помойку ненужное и идти счастливой обратно домой. Ну что, девчонки, большое вам спасибо, что провели это время со мной. Я надеюсь, что вам понравился такой легкий домашний влог. Надеюсь, что я смогла вас немножко смотивировать на то, чтобы пойти прибраться, немножечко как-то поухаживать за своим домом. До самых скорых встреч на моем канале. Большое вам спасибо, что были вместе со мной. Пока-пока!